И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Так, а где это я остановился-то? Какой-то непонятной хрень я остановился. Так, ладно. На аренду пойдем. Но проблема явно есть. Потому что людей не пускает. Но вот чела не пустила у нас зрителя. Ну и по онлайну видно, что не пускает людей. Поедем до банка доедем сначала. Надо деньги сбросить. У тебя длинный пароль. Что еще у тебя там длинное? Руки! Руки длинные. Короче, из-за того, что сейчас еще и онлайн маленький. Из-за того, что людей не пускает. Мы с вами сейчас даже на такси не поработаем. И не повзаимодействуем более. Ну, никак. Я предлагаю тогда... Блин, а как убрать эти пал... А, во. Я предлагаю тогда поехать это... На ПВЕ какой-нибудь. Ну, сегодня реально расчил, потому что, видите, проблемы есть какие-то. Потому что обычно в пятницу вечером онлайн гораздо больше. Потому что, ну, суббота впереди, у людей выходной. А сейчас вот такая вот фигня. Так, пополнить счет личный. Сто тысяч. Мождение класс! Ну, ты под вождение имел в виду, да? Нормальное вождение, чел. Она просто едет как говно. Че, в пожарочку поехали? Дед, как начать хотеть жить, когда хочешь сдохнуть? Ну, для начала перестать ныть. Сдохнуть он хочет. У тебя причина-то вообще для этого есть? Че за бред несешь? Во вторник поставил брейкет и долгие годы оттягивал этот момент. И теперь сижу и не могу принять мысли, что теперь они у меня на зубах в ближайшие два с половиной года. Молодец, поздравляю. Может дальнобой вместо пожарного? Не, я пожарного качаю. Длиннобой он более геморройный. Хоть там по бабкам вроде бы неплохо, но он более геморройный. Ща, погодите. Секунду, чат. Секунду, чат. Секунду, чат. Будет еще Роблокс? Ну, в целом, можно, да? Продолжить трендовые чекать. Продолжить трендовые чекать. Я уже сходил свои за спинтонглазберка, теперь капы на ночь надеваю. Кайф. Но это будет не скоро, в любом случае, чат. Девять лет, я смотрю, первый раз подписался на Бусти. Вояжмот, спасибо за твои стримы. Чат я почти не пишу, но ты меня очень радуешь, что я не стримаю. А, Рыбик, спасибо большое. Спасибо. Благодарю. У нас завтра, кстати, фильм. Только я не знаю, какой. Ура, я ДЗ по математике дописал. Кхе-хе-хе, поздравляю. Что завтра будем делать? Видос смотреть. Завтра аниме-стрим. И фильм в конце. Помнишь своего первого саба или зрителя? Нет, конечно, там же он не один был одновременно. Чел, он не так работает. Да-да, это база. Это как его? Это же, когда у меня появилось только первый подпис... Ну, можно было подписываться. Это было не так, что один чел пришел и все. Там сразу было много. Стриммер уснул, да я там отвечал просто. Да, мироем, да. Кстати, реально моя фамилия. Мамка, очень весело было с такой фамилией служить. Почва для шуток огромная. Рыбик. Да, нормальная фамилия на самом деле. В ней нет ничего такого прям, что... Можно не поверить, что это твоя фамилия. Я бы сказал, она обычная даже. Я и рыбовую встречал. Вот, рыбик, еще что-то. Ну, типа... Фамилия как фамилия. Рыбик белорус, походу. Не-не-не, фамилия мамка. А, фамилия мамка? Это... Вот это... Да. Вот это уже тянет на достаточно оригинальную ситуацию. Да, мамка, это фамилия, конечно. Да, вот это уже, да. У меня от тетки фамилия Хренова. Вот где хреновая фамилия. Расчехляем шутки, да. Да-да-да, Evil Now. Видел трейлер сериала по Якудзи? Я. Ты бы стал найти фамилию, если бы она была опасной для приколов? Да нет, не стал бы. Чуваки, такие вопросы заботят тебя максимум, когда ты в школе. Ну, с натяжкой, когда ты в институте. Да-да-да, ну, ребят, я не знаю, что это. Это либо твич, либо мой интернет. Я вообще хз, что происходит, очень трудно понять. Вот-вот, правда. Ну, вы говорили, что у других стримеров такая же ситуация. Но у меня такое ощущение, что это я один такой. Я просто никого не смотрю, поэтому не знаю. Здесь три причины. Либо это мой роутер, либо это мой интернет, либо это твич. Я много смотрю дохуя дропов из-за твича. Ну, то есть мироем прям вот так же, как у меня. Да, вот я вот сижу, хуяк обрывает и перезапускает. Просто... Но кого смотрю, ни разу не видел. Блядь, чел. Да-да. Блядь, это пиздец. И неужели решения еще нет никакого? Не толпимся, не толпимся. Здесь опасно. Пожар. Я не слышу вас, молодой человек. Я говорю, говорю, потушите меня. Ну, не похоже, что вы были горячим парнем. Я поймал. Че же так ходить? Ну, не... Нет. Я вот хочу, да. Да-да. Нет. Тихо. Пожар. Тихо. Тихо. Пожар. Тихо. Тихо. Так на бусте та же фигня. Возможность совпадения, но и об платформе кал. Ну да. Ну короче, непонятно. Забавно, если это все просто совместилось у меня в один момент. Стеснение сейчас по мере были только в школе, а так я сейчас сам люблю с нее поруфлить. Ну да, а что еще остается-то? На бусте падает тоже, но слушайте, на бусте там тоже непонятно из-за чего. Бусте и до проблем на твиче иногда падал. Короче, может быть они используют те же самые сервера, что я не знаю. Так или иначе, ребят, 25-го я меняю роутер и будет первый стрим с новым роутером. И если будет падать, то это уже точно не роутер. Но и на самом деле это и не интернет, потому что с интернетом проверяли. Мы именно проверяли интернет, и там не было никаких проблем. А у тебя Гудбай Дипя на постояннике я не включен? Ну как сервис нет. Так обычно он у меня включен постоянно. Но сервисом нет. Кстати, у Бусти трабл начались при смене владельцев. Да, 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 да. Они там что-то делают, не знаю. А новые владельцы Бусти что-то сделали, кроме того, как нас ссали в рот ансамблем? Ой. Пока я не знаю. У тебя через кабель или Wi-Fi подключен интернет? У меня... К чему вопрос? Давай так сразу. Я не понял вообще, блядь. Ты что хочешь у меня спросить конкретно? Ты хочешь мне помочь решить вопрос, потому что думаешь, что у меня проблема какая-то здесь? Поверь мне, чел, я очень в этой хуйне прошарен, и тебе сразу говорю, ты мне не поможешь. У меня здесь сложная схема подключения, и как бы... А можно выкупить наше российское аниме Киберслав? Просто он эксклюзив кинопоиска. Нет, нельзя. Если он эксклюзив кинопоиска, нельзя. Бэкшот. Как работал, так работает. Во что играю в не снимок сейчас? Дедлог. Играю в дедлог. Подожди, а куда я вообще еду, блядь? А. Чуть-чуть проехал. Жалко в дедлоге рейтинга еще нет. Как бы игра просто ради игры. Вот. Странно, кстати, что они рейтинг не подрубают сейчас на тесте. Вообще непонятно. Сколько там онлайн в дедлоге? А я не знаю, я не смотрел. Есть скрытая ММР сейчас? Откуда информация? Я только сегодня играл катку, в которой, ну, челы, ну, короче, забей, настолько плохо играли против нас, что... Я даже не знаю, там просто был какой-то рофл. 120 тысяч онлайн? На сайте можно чекнуть? На каком сайте? 116 тысяч онлайн. Неплохо, да, да. Вот бы красивые скинчики туда завезли, я б купил. Получается, новичков к новичкам кидать не будет, наоборот, будет, получается. Я в дедлог особо не играю, но как там основка с щитами? Читы появились, АИМ и... АИМ и спидхак или что-то такое. Самое распространенное, чем пользуются, это АИМом. Потому что, ну, это жесть, типа, в бошку. Урон просто ебанутый, как бы. И в основном берут скорострельных, соответственно, под это все. В то... В трек-лок GG можно глянуть? А, как он трекит? Не знаю, он... Закрыт в России, возможно, либо. Не хочу сейчас подрубать ОПН, чтобы посмотреть. Либо чел безграмотный хуй, Лолес, и неправильно написал сайт. А, понятно, он неправильно написал просто. Ну, мне просто интересно даже. И чё? Топ 30%. 1625... Подожди, какая-то старая инфа. Тут написано, что я за Абрамс два матча сыграл. Винрейт 0%. А у меня за Абрамса, блядь, 9 из 10 каток победные. И я за него играл гораздо больше, чем два раза. Это в чём прикол? А, подожди. Третье сентября! Он вообще нихрена. Он вот, последний матч 3 сентября. 17 дней назад. Это не актуальная информация. Ну, то есть... Ну, уже тогда было топ 30, блядь, нихуя себе. Сейчас ещё больше. Ну, то есть, имеется в виду, в топ... Выше в топе. Ай, ладно. Ставь календарь не перевернул. Да, ну, короче, говно. Антищит работает или какая-то с под палки? Блин, чел, я не знаю. Ну, то есть, откуда я могу знать эту хуйню? Работает он нормально или из-под палки? У меня данные какие-то есть по тому, как он работает эффективно. Откуда я ебу? Тебе никто это не скажет. А им спалить не так просто, потому что, на самом деле, если он грамотно его юзает, то ты, как бы, блядь, его не спалишь, понимаешь? Не, ну, спалишь, но... Ты за противником следить не можешь с его глаз. За ним могут следить только тиммейты. То есть, это надо, чтобы увидел тиммейт за него, когда будет смотреть. Это первое. Второе. Он при этом должен спалиться. А ты его должен заподозрить только, когда он тебя носует. А поскольку это не КС, и там попадание в хэдшот и замес, они немножко более динамичные, со спылами, фигами, ну, всякое вот такое, то, как бы, да. Реплеи же можно смотреть. Ну, пойдешь ты, блядь, после этого реплеи смотреть, чтобы читеру кидать репорт, и то непонятно, читер он или нет. Естественно, в 90% случаев никто и не идет, и не смотрит. Никакие реплеи. Ой, забей. Так что, да. Ну, будем надеяться, что будут бороться с читерами, потому что, ну, это будет, ну, как бы, ГГ сразу. В дедлоке достаточно одного читера. И все. Спасибо, Роборыбка. Играешь сейчас в таком-то, ну, в Абрамсе? Абрамс, Бибу и этот, как его? Кельвин. По-моему, так вот, который фризит. То есть я не играю за этих ДДшников, потому что они там постоянно, эти ДДшники, бегают. Мы хотим убивать! Мы хотим убивать! Мы будем... В РП играешь или онлайн? Или одиночка? В РП... Это РП? Да, это РП. Это РП. Но сейчас мы работаем на пожарке. Как бы соло. Иначе будет, как с Team Fortress 2, где книжку с подписями отправили в 8 с вальв. А им все равно. Кстати говоря, я на самом деле поражаюсь, что... Шопу не долбись! 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 Этот стример заслуживает материальной поддержки, чат. Давайте же отблагодарим его рублем за годный контент. Да, спасибо большое. Меня сбили, в смысле? А, ну в общем, они все хотят керрить, убивать. Никто не хочет играть. Ну, правда, вот за Биву поиграют частенько. А вот за Брамса и Кельвина гораздо меньше. Гораздо меньше. Но самый мастхев, конечно, это керри всякие ДДшники. Все вот эти вот дэмэдж-дилеры. Это летающий дед. Летающая... Это пизда. Это хуйня, которая с льтой стреляет. Там прям... Вот это вот. Это... Ну, короче, все вот эти вот, они просто... Ну, понял. Самый мастпик. Как бы максимально. Вот. Я еще сейчас хочу четвертого героя себе в пул запихнуть. Это этого с Блэк Холлом. Динамо, Динамо, да. Как бы хочу себе еще его пихнуть. Вот такие игроки, как я, охуенные команде. Я не забираю керри. Играю за этих персов. Еще и полезный. На Кельвине я им по ПЦ помогаю. Спасаю их. Еще что-то там делаю. Ну, еще и убиваю тоже. Ну, не так часто, конечно, как на том же Абрамсе. Вот. Но, по крайней мере, команде... Плаздаром обеспечиваю. Помогаю им керять. Вот. И так далее. Я хочу в онлайн, потому что там обнова. Но там такая хуйня. Понятно. Ну, по мне онлайн такое. Это опять онлайн. Вязкус тоже офигенный. Саппорт. Ну, а мне вязкош... Честно говоря, не нравится. Может быть, я его когда-нибудь распробую, но мне не нравится. Идем на переприятие? Не-не-не. Мужок на переприятии. Мистер Охтерс. Я, честно говоря, не помню. Ну, трудно сказать. Я свел видос, где чел на вязкусе такую грязь творил. Слушай, ну... На самом деле, вязкусы легко контрить. Несмотря на его шары, куб и то, что он может себя подкинуть и так далее. Он как бы... Не знаю, что там чел творил, но... Но... Жесткий мувент персы, да. Но... К сожалению, в фактической пользы... Вот такое. Я еще думал попробовать корма... Этого... Заточку... Позадрачивать. Ну, подучиться на нем играть. Я на нем так и не играл. Ну, там, один раз на нем, по-моему, сыграл или два. Но хочется попытаться научиться на нем. Хлыст прикольный. Да, хлыст тоже прикольный перс. Заточка. Заточка типа акса, грубо говоря. Я так хочу кушать, пипец. Завтра в зал надо идти за место пятницы. Сегодняшний так лень. Ты через комп играешь? Да. А че ты Рудгио его подъебаешь? Может, я играю через консоль? Тебе нравится современная антология Вольфенштейна? Я не фанат Вольфенштейна, и я не играю в него. Поэтому я не слежу, и мне, честно говоря, в целом посрать. Выглядит типа она нормально, а вот конкретно какой-то глубокий анализ проводить. Насколько хороша эта антология или еще чего-то. Я не могу, потому что я не играю. Насколько у нас прокачан пожарный. А на чем удобнее играть GTA 5? Ну, на ПК, конечно. Я помню, играл в онлайн и просрал все деньги. В каком плане все деньги просрал? Реальные деньги? Почему Рейнбоу Сикс забросил? Не думал вернуться. Потому что Рейнбоу Сикс из прикольной тактической игры, такой как бы тактической, динамичной. Где одни штурмуют Плейс, а вы в этом Плейсе относительно запираетесь, а другие обороняют Плейс, что было достаточно прикольный по концепции. Он превратился просто в аркадный шутер максимально. Неконтролируемые роуминги без каких-либо ограничений. Ни еще чего-то. То есть, это часть игры сейчас, я понимаю. Но она полностью разъебывает концепцию, в которой вот изначально была игра. И как бы... ну и все. И она потеряла свой шарм этим. Она превратилась просто... Просто в еще один шутан. Без какой-либо приколюхи. А сама по себе концепция атакующая и обороняющая, она прикольная. Но сейчас она там на самом деле максимально номинальная. То есть, одни разминируют, у других как бы заложено. Ты там, конечно, знаешь, какие-то ловушки и так далее, еще чего-то. Но все это достаточно номинально. То есть, потому что ты как бы там разбросал чего-то и все. И как бы пошел по карте. По сути... По сути, тебе посрать. И просто играешь обычный шутан. Ну, как бы... Не знаю. Как скачать дедлог? Я просто не шарю, как приглашение получить. Приглашение тебе может выдать только человек, который уже есть в дедлоге. Ты должен быть у него в друзьях в стиме. Он тебе отсылает приглашение. И приглашение тебе приходит в течение 48 часов. Может прийти через час-два. Может прийти через день. Вот. И после этого ты скачиваешь и играешь. Ну, либо купить, наверное, можно, да. Спокойной ночи, мистер Роттерс. По сути, Сиджи готовится сдохнуть. Но учитывая, что они там еще навертели. Ну, из какого... Из кайфового Сиджи и что его сильно выделяет, это других, это ТТК. В голову даже с пистолета, что тут кайфово. Чел, это вообще не то, что привлекает. Тет нельзя выезжать на одном ТТК. Так что... То, во что превратился Rainbow Six, как бы, он больше не имеет смысла. То есть есть... Можно подиграть другие шутеры. У которых и с онлайном получше. И со всем остальным. У Ubisoft последние несколько лет обсер за обсером. Ну да, компания вообще в говно катится лютая. Потому что они... Слишком много повесточки у них. Вот это вот толерантности в офисах у них там сидит. Херню, которую какую-то несет. Игрокам это не нравится. Я вообще не понимаю. Они... Понимаете, что забавно? Они пытаются угодить общественности. Но общественность не играет в их игры. Которые они угождают. Чтобы им погладили по головке и сказали. Вы такие классные. Мы так гордимся. Вы такая классная и чистоплотная компания. Правда, с огромными убытками. И в полной экономической жопе. Но зато мы вот вас на крутой встрече. Где собираются все вот эти чуваки. Мы вас похвалим. Вручим вам грамотно. Как самой классной компании. Которые, блин, там вообще за права человека. Вообще красавчики. Правда, вы бомжи теперь. Но красавчики. Ну вот. Ну, как бы... Понимаете? То есть, ну это полный бред. Ты забыл про гей и лесбиян, оперативников и колясочников. Да, 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 да. Инклюзивно. Максимально вообще, понимаешь? Кому это надо? Ну и ж полный... Ладно. Ладно, забейте. Эта игра там может быть кто угодно чисто технически. Да, отказываю. Неважно. Мы, кстати, третьего уровня пожарные. Там инвалид-колясочник тоже может быть оперативником. Потому что эта игра, это вымышленная. Хотя, я скажу так. В контексте Rainbow Six... На самом деле, не может быть. Потому что они задали определенную планку и показали, в контексте какой из сеттинга они развивают игру. Ну, то есть, Rainbow Six, на самом деле, это не та игра, куда можно пихнуть инвалид-колясочника в качестве оперативника. Например, в какой-нибудь Fortnite, да. В Rainbow Six нет, потому что они уже задали вектор. Но они сейчас от него отказались, конечно, от этого вектора. Они отказались от него по всем фронтам, так что... Ну. Непонятно, кто будет покупать толерантные цветы и радужные скины, которые портят всю атмосферу и стиль. Но ведь два спына инвалида, в прямом смысле. Если бы они хоть интересные, а в новых операх нет ничего совершенно нового. Каждого опер, либо переделка того, что уже есть, либо просто мусор. Ну да, просто добавляют, как добавляют. В общем, ладно. Все это печально. Я очень долго хвалил Rainbow Six в свое время, что они плохо стартанули и отлично привели игру в порядок и держали ее на отличном онлайне и вообще делали прям все кайфно. И это продолжалось несколько лет. А потом в один момент резко... Видно, сменилось руководство. Или в какой-то пришли эти... Ну, прям было видно, что резко просто поменялось. Прям все вообще по-другому стало. И все. И пошло-поехало. Раньше еще в Радуге же они хотели сделать, как в лоре, отношения между персонажами, свой лор. И теперь просто забили. Честно, нахер не нужен там никакой лор. Нахрен там не нужны никакие отношения между персонажами. Вот честно, это вообще не та игра. Им нужно было развивать вот такой тактический, прикольный, оборонно-атакующий шутер. Для... Это как его, взрослых людей. Для нормальных людей. Но он меня таранил первый. Он меня таранил первый. Сцепилось, как пожарник с дальнобоем. Читеры есть в РП? В РП нет. А вот в GTA Online есть. В ДВД тоже сует повесточку. Ой, забей. Разрабы ДВД это те еще клоуняры. Причем давно. Это забей. Там даже после продажи какие-то тефтельки, блин. На разрабах. Это вообще просто забей. Поэтому касательно них я вообще не удивлен. Это все... Правда, первые были, наверное, посильнее клоунами. Но вторые... Просто странно, как они в плюс выходят, если никому не нужно. Эээ... Кому? Ты про что вообще? Кто выходит в плюс? Юбисофт не выходит в плюс. Ты о чем? Или ты про ДВД? Если ты про ДВД, то аудитория в ДВД это в целом такие... Ну, по большей части, овощи. То есть люди, которые на хардкоре, на серьезнейших постоянно себя в ДВД. Это, ну, просто... Куча девочек в ДВД, на удивление. Турнирных мальчиков и так далее, школьников. Ну, это такая аудитория, там, на самом деле, на удивление определенной ниши. То есть там... Забей. И соевые челы, ну, по большей части, да, там такая... Прослойка такая вот, достаточно соевая аудитория, это правда. Те, кто являются именно постоянными игроками, а не которые там зашли на неделю, поиграли и вышли там, посмотрите. Ну, то есть, которые просто прям играют... По большей части, да, они такие... Сеевички. Есть там такое. Там либо ты агрессивный школьник токсичный, либо стрельбичок, там, мало нормальных людей. Нигде столько девок не видел, как в ДВД и Overwatch. Да, поэтому Overwatch тоже просто кусок дерьма в этом плане. Там нереально играть. И тоже высокий градус соевые вот этой хрени. Совпадение? Не думаю. Понятно, Ричард. А сервера Concord'а уже отключили, а чё за Concord? Шутер от Sony? Не, реально, а чё вы расскажите? Здравомыслящая аудитория Overwatch'а делает по ней порно просто. Я тебе открою секрет, как раз-таки порно и все вот эти вот трэш-извращения и всякое дерьмо, как раз и делаются и Вички. Всякие художнички, художницы. Вот эти вот. Порнухой в основном занимают... На самом деле, вот, рисовать... Я вот скажу так вот. На удивление, соевые и прочие, они вот очень любят быть художниками. Вы заметили эту хрень? Не все художники соевые, но многие... Но многие соевые художники. И вот в основном, вот этой хренью, как раз-таки, занимаются вот как раз именно вот эта самая ядреная прослоечка. Конкорд фигня от Sony за 50 плюс лямов баксов, выставляет как топ-шутер, разрыв всех шаблонов, получилась повесточная фигня и севера закрыть через месть. Имба. Конкорда, копия Overwatch'а от Sony, которую делали 8 лет и которая прожила меньше месяца. Фигово че. Пик онлайна был 600 человек в стиме? Ну... Походу, дедлог сделал свое дело. Реально дедлог прям. Говорящее название. Вот он, ребят, дедлог в действии. Водичка кончилась. Там буквально каждый перс разной ориентации, даже роботы в Конкорде. Все-таки японцы, вот есть компании, которые так подстилаются под их рынок, американские и прочее, что... Слава богу, пожинатель, что я их не видел. Это игра американцев? А-а-а, понятно. Их всех надо гнать из индустрии с саными тряпками, я считаю. Всех вот этих вот, вот серьезно. Из индустрии просто гнать. Они к чему не притронутся, все обосрут. Просто гнать с саными тряпками просто всех. Увольнять к чертовой матери без выходного пособия. Реально на завод. Ну не умеют они делать игры, ну мешают они только. Ну все, понимаете? Конкорд больше 400 лямов стоил. 200 на разработку, 200 на рекламу. Ёпта, ой, жесть. Да. Над игрой работала проектный менеджер толстый с цветными волосами, которые вообще-то я не люблю шутеры. И просил называть себя профессор. Это сейчас какой-то, ну это сейчас прикол какой-то или что? Вы вообще понимаете, какой это сюр? За 400 миллионов За 400 миллионов делается шутер и при этом туда ставит человека, который говорит Я вообще шутера не люблю. Называйте меня профессор. Профессор К. Я удивлен, что она не попросила профессор К ее называть. Интересуешься новым Драгомейджем? Ну выйдет, посмотрю. Я видел анонсы и так далее. Профессорина. Да. Ничего себе здесь. Включаем сирену. А потом они удивляются, что у них игра проваливается. Чуваки, вы позвали людей, которых ничего не заботит. Их не интересует такая штука хорошие игры. Я главное по разработке шутера, но я шутеры не люблю. Кто делал игру? Кто делал игру? Как делали игру? Что? Куда? Привет. У меня не запускается рейш после обновы. Иногда после переустановки всех файлов заново запускает на сервер. А после перезахода опять просят обновить GTA, хотя она обновлена. И до этого я только что заходил. Хидан, привет. Слушай, сейчас вообще какая-то проблема. Мы тоже с первого раза не могли зайти. У меня был какой-то там реконект. Я фиг знаю, что тебе сказать. То есть я пока с такой проблемой не столкнулся. Была вот проблема с тем, что войти не давало. Даже греет душу тот факт, что такие студии уже готовят выдверить на мороз. Студия, которую делала Concorde, уже готовится к расформированию, а директора уволили. Так а толку, понимаете? В чем дело? Толку-то от этого. Их надо везде увольнять. Это говно прибьется к другой проруби, понимаешь? Они там денег попилили, блядь, всей этой хренью. Вы же понимаете, что там тоже деньги пилят. Прикиньте, когда у вас бюджеты такие. У вас шутер за 400 лямов. Вообще, представляете, как некоторые из членов людей, которые занимались разработкой на главе, вот принимали решение. Как они обогатились. Ни хреновенько так, а? Они им еще 8 лет, типа, делали. Ну, это вот тоже полный бред. 8 лет они просто раздували все это говно и зарабатывали деньги. Вот и все. А что, нормально? 8 лет гарантированной работы с хорошей зарплатой, плюс еще и попилили что-то. Ну, вообще же идеальная ситуация. Правильно? Правильно. Кайф. Пусть они тут визуальные новеллы делают, которые никому не нужны. Дейтинг-симуляторы какие-нибудь с обсратными визуалами. Где персонажи, на которых ритузы еле налазят. Они еще выкупили один эпизод в сериале про разные игры от создателей любой смерти роботы. Господи, какие они... Ой, я прям не могу. Кто вообще решил, что это хорошая идея и люди посмотрят и захотят поиграть? Я объясню просто, как это работает. Смотрите. Как вы думаете, в какой момент подобная реклама может действительно помочь ну, помочь продвинуть продукт? Тогда, когда продукт уже известен. Вот вам пример. Вы когда-то играли, допустим, в Лигу Легенд. Ну, просто отбалды вам говорю. И забили. В Лиге Легенд вы же какое-то крутое обновление, там, что-то прям офигенное сделали. Под это закупили рекламу, вы увидели это в... Любовь от смерти вот этих роботов, грубо говоря. И у вас ностальгия, плюс вы такие... Там еще реклама, все это нарисовали круто. И вы такие... Блин, зайти что ли попробовать? Вам продукт уже известен. Произошли какие-то изменения. Круто вам показали, и появилось желание просто зайти проверить. А дальше уже, возможно, вы останетесь опять в игре и принесете деньги. Когда продукт максимально неизвестен и делают мульт, люди не акцентируются на продукте, что Ого! Тут так круто изобразили. Зайти поиграть что ли? Они акцентируются на мультике. Мультик перебивает посыл рекламы. Они наслаждаются серией. Они не думают о рекламе. Даже если в конце ты покажешь плашку. Заходи, у нас новая игра, покупайте. И это так не сработает. Это сработает, только когда продукт уже узнаваем. Это может сработать. В остальном это сильно отвлекает от продукта и всем просто посрать. Все вообще не думают об этом. И плашка в конце серии, которую вы им покажете о том, что это на самом деле серия вот, она сделана по новой игре. Заходи, крутой шутер. Надо всем посрать вообще. Там конверсия будет минимальная. Почему они этого не понимают? Некоторые так рекламщики странно работают. Они думают, что чем популярнее штука, если мы туда зайдем и пофигу, как мы это сделаем и для чего, то по-любому, значит, какую-то часть людей к нам придет. Но там же огромное количество людей. Но это не так работает. Никакая обнова не вернет меня в Ригу Легенд, ибо я также уходил из Прайм Ворлд. Вон. Они надеялись, что Конкорд будет успешным. Не зря же заранее кучу трейлеров для будущих ивентов сделали. Ну это да. Пока я сейчас играл, еще хотел рассказать про игроков ДБД, а точнее Сурвов. За последний год-два у игроков так атрофировались мозги от постоянных встроенных механик, антикемпа, антитуннелинга и прочего говна, что при виде киллера, против которого нужно хоть чуть-чуть подумать, они в 70% ливаются старта. Ну, я говорю, аудитория ДБД это отдельный это отдельный тип челиков. Это забей. В какой момент все пошло не так, что реально бизнес теперь готов платить деньги людям за их разнообразие, а не за профессиональные навыки и скорость работы. Чтобы проект за такие деньги не делал, все 8 лет, блин. Для любого шутера столько лет работы это смерть на старте. Да, потому что он устревает, не успев выйти. А постоянно подстраиваться под тренды в процессе разработки игры это бесконечная разработка. Мне кажется, небинарные создатели Concorde это ширма для попила бабла от Sony. Ну, типа, меньше 20 челов работали над игрой 5 лет за копейки и только потом меньше 20 челов. Ахххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх так вот сейчас если сурф или ман левает то бот играет теперь все левать спокойной душой по сути левая не хочу это ладно вся проблема игр типа конкорда в том что их делают с упорами на качество что играть его прогрессивная хотя и это только ширма для посредственной игры я не знаю сколько надо еще финансовых провалов чтобы люди поняли что прогрессивность не продается что люди которые пытаются их продать их мало и они срали на вашу игру уже два года в игре существует слабый ман который три раза реворкали так как сурвы просто не хотят играть против него играть на этой неделе разрабы написали что второй половине 25 года киллеры сильно поменяют а пока его и слабого говна сделают вдвое слабее а то сурвы ноет на его мощь ой какая жесть да о чем там говорить там есть персы которые в целом вообще не играются ни на турнирах нигде в дбд ну они не играются вот скажите мне например сейчас с трапером что на турнирах его нет это я знаю можете не говорить а в игре вообще что он вот что с этим вообще маньяк он зачем нужен что вообще кто-то играет за него кроме людей которые только что скачали игру и они не понимают ничего трапер мертв один из самых низких винрейнов видаю винрейтов при вот почему не не ну не поменять я по ним понять не могу почему не бафнуть капкана еще как-то но это прям хуже трапера только фрейд бред ничего его типа не хотят менять так как он дефолтный сурвы и так на всех манов ноют вот эти вот вот эти вот сурв эти как его сурвики да вот эти вот друзьяшки которые заходят вот эти вот вот эти вот прям такие прям отвратительные личности маньяки в дбд гораздо лучше это чисто чуваки одиночки они за сурвов могут сыграть нормально за маньяки че играют как бы им вообще никто не нужен они очень забыса им нормально а вот эти заходят партейками цельную ляречка из дискорде к и вот эти все такие по приседают вам еще чего-то его это как-то на свинье играл когда она только вышла сильным маном ее уже тогда не не назвать было ну так и и решили понерфить анток и и решили понерфить и понятно 99 процентов времени играю на сурвах но соглашусь и понои что нужно шанс давать а не убивать сразу это вообще я не знаю как каких там соевые казуалища сидят конечно серёг сидишь три пацана и одна женская мурчалка в дискорде бустят писечку а чё там бустит то твою мать там рейтинг берешь этот рейтинг в кавычках правда ты берешь вот это вот один который взять даже инвалид может и все чё бустит то что там бустит там за два часа можно это сделать грубо говоря ну шо за бредащи забавно как разрабы дбд вместо улучшения игры тратят бюджеты на кроссоверы тот же ман из фнафа мне интересно это им хоть сколько-то денег приносит да это им приносит много денег и на самом деле это приносит им онлайн то есть в этом плане они правильно ударили так сказать в свое ца если зайти в отзывы зайти там сурвы только дизы в основном ставят типа баланса нет баланса нет я не могу победить баланса нет а тем временем в игре есть пирамиды головы и сайлент хилл который клал все на все встроенные механики так как он бьет по области сквозь стены а не вешает на крюки а сайт клетки снимая с которых может сразу убить в анимацию по срыву открою тебе секрет он даже не тир один и его вообще не пикают на туриках а если и пикую то чисто ради не знаю супер редко просто начал нереально в себе уверены и так далее то есть это в описании звучит круто а по факту нет а по факту как бы а по факту медсестра до факту медсестра а какое было сам вызову большой фон дбд пирожки с картошкой мясом и порция шашлыка 100 граммового как тезы файл знаешь такую игру да даже поигрывал дефайнал здесь проблема это читеры к сожалению и и они там встречаются нормально со средней продолжительностью со средней вероятностью таскать не с маленькой с холл герла персонажа валентайя медсестра будут перерисовывать крестики так как на красный крест так как так как красный крест затрахивают о этот красный крест который всех за за красные кресты триггерит какие же они там имбецилы вот честно еще организация такая с грешками мягко сказать нереальными а у меня я приехал без воды ладно батарея как можно приемкаться к тому что красный крест где-то кто-то используют они чину они совсем что ли а мы 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 и мы нам а что за грешки ой там много связанных с военными конфликтами там ребятки сливают данные и так далее и так далее их поэтому уже так сказать маму намного меньше жалуют всякие стены не пускают их и потому что там много чего то есть под видом помощи ребятки и там нам делов воротят и явно не за бесплатно в rainbow six кстати сейчас читеров немерено на чемпах вообще нереально играть каждая вторая катка читак на хай ранге без друга с лоу рангом играть нереально так последняя чезона 4 сейчас есть чит клар его античит не бая только мануальные баны от разрабов закатки с такими челами после мануальных банов не возвращает ммр понятно что интересно случилось что зараза разрабы разучились вставлять повестку грамота тот же маравинт или обливин там же не бинарных персонажей хоть папа и жуль но игры все равно качественные или киберпанк из последнего да потому что игры которые ты перечисляешь там просто как раз таки их вставляют не как повестку а просто как вот такая фигня и на этом никто не заостряет внимание это просто кого мимо ходом как а все это как просто часть обычная какая-то никто не пытается тебе это в лицо пихнуть что-то переделать или заменить там еще так далее а в этом как в этих тебе прям пихают и говорят я тебе покушать принес ну и все и ты должен сидеть это хавать ну либо не хавать ладно чат на сегодня мы закончили спасибо большое что посидели со мной обязательно заходите на сервер gta 5rp точка ком на любой сервер захотите они различаются некоторыми законами экономическим состоянием балансом закона и порядка можете подобрать себе получше который вам для вашего стиля игры а также работает промокод хле который дает 10 дней випки а випка дает ускоренное получение опыта в два раза функции расширяет а также больше денег в зарплате будете получать все в принципе вот такая вот такие вот дела